МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Здравствуйте. – Здравствуйте. – И Валентина Лаврентьева, Валентина Прокопьевна, добрый день. – Добрый день. – Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Мы выходим в эфир в преддверии дня профтехобразования. Он будет отмечаться 2 октября. И сегодня это отличный повод вспомнить историю, истоки, как это всё начиналось в нашей республике, в Якутии. Ну и, конечно же, я передаю слово одному из вас, Галина Максимовна, пожалуйста. – Очень хорошо. Потому что в 2018 году институтом развития профессионального образования нам, ветеранам, было дано задание, чтобы мы собрали архивный материал об истории развития именно профессионального технического образования. как раз это было к юбилею, собирала материал я, помогали не все. То есть ветераны, архивный материал собирали, воспоминания, фотографии. Полностью мы сделали электронный вариант, это именно история профтехобразования Якутии, и отправили в музей, в наш музей, это исторический парк «Россия – моя история». – На секунду перебью, у вас 80 лет, юбилей был 4 года назад, профтехобразование. То есть понятно, что материалов очень много, огромное количество информации, и работа большая проделана. – Очень большая работа проделана. И сейчас этот электронный вариант есть, там и архивные фотографии. Мы в архиве работали, по учебным заведениям ко всем обращались, люди привозили коробками к нам материал. Мы работали в институте. И поэтому, если я сейчас что-то не скажу, можно пойти там на выставке посмотреть. Очень хороший, объемный материал. Там и видео есть, и фото. Старые фото очень интересные. Я вот посмотрела там фото. Первые трактористы, например. Так интересно было. Люди стоят, вот этих людей может, ну или постарели, или давно нет, но когда смотришь на их лица, то именно ощущаешь то время, в котором они жили. И поэтому я очень рада, что мы такую работу проделали. Хороший материал. Хорошо бы эту работу продолжить. – Я благодарна за организацию сегодняшнего эфира Тамарии Даниловой, которая предоставила для нашей программы сегодняшний фильм, посвященный вот как раз юбилейной дате, которая была 4 года назад. В этом году 84 года профтехообразованию. И наши зрители сегодня тоже смогут посмотреть какие-то исторические кадры с прошлых лет. – Очень хорошо. Вот я всегда считаю, что история общества нашего полностью зависит от развития профессионального образования. Вот, например, в Якутии, в России впервые появилась духовная семинария. Давным-давно, в 1884 году появилась. Потом учительская, фельдшерские пункты. То есть человек хочет учиться, он хочет духовно возрождаться, он хочет лечить себя. И это всё появляется. То есть общество требует, и профессиональное образование развивается в этом же направлении. Поэтому в Якутии вот появились сначала курсы были различные, потом появилась вот самое главное, что с чего начинается наша история. Есть книга «Время выбрало нас». Авторы – журналисты Пантелеева и Гусева. Прекрасная книга. Я просто её прочитала от корки до корки. К 75-летию Якутского индустриально-педагогического колледжа выпущена. И там столько много материала, и написано таким живым, интересным языком. Поэтому, кто хочет, посмотрите библиотеки ЯИПК. Эта книга есть. Вы просто сегодня такой, да, вот, хвалу такую, да, профтехобразованию. Хотя, в общем-то, да, мы же знаем, что все хотят высшее получить. Больше идёт туда как-то энергия, в эту сферу. На сегодняшний день это так. А раньше было по-другому. Да? Раньше по-другому, да? Ну, вот вы говорите, вы просто оду поёте профтехобразованию. Раньше туда больше хотели идти люди, потому что, может быть, за короткое время можно было получить профессию, да, и быстро выйти на работу, заработать деньги. Но сейчас все высшее образование хотят, ведь так? Ну, сейчас... А сейчас, в смысле, вообще последнее время? Хотят высшее, да, но перед этим должны получить. Вот раньше концепция непрерывного образования же была. Она, значит, полностью получаешь рабочую профессию, потом техническую среднего уровня, а потом высшее образование. Вот ЕГИТИ же есть, он же был и колледжем, он же был и ГБТУ-14. И там худалий Николай Григорьевич, он именно ступенчатое образование вот это всё и сделал. Это же очень интересно. Как рабочий учишься, потом получаешь среднюю техническую специальность, и уже потом получаешь высшее образование. То есть ты будешь таким инженером, ну, которого никто ничего, его против него не пойдёт. Он всё умеет, он сам всё знает, всё с низов. Ну, раньше всё равно как-то ПТУ перенижали, да, вот если, например, ребёнок в школе учится не очень хорошо, где-то там с троечки на четвёрочку, мы говорили, ну, тебе в ПТУ, не заканчивай полностью 10 классов, иди после восьмого в ПТУ, и всё. Вот как-то так немножко пренебрежительно было. На сегодняшний день уже по-другому отношение такое? Знаете, раньше пренебрежительно как бы отзывались люди, которые не знали о системе работы в профтехобразовании. Работа очень сложная. Работа, чем в простой школе, например, работа, где ребята все хорошо учатся и так далее. А тут ты должен научить ребят производству, получить среднее общее образование. Тоже диктанты писали и литературу изучали. То есть очень сложно их поднять, ребят, которые, ну, скажем, неважно учились в школе. Вот, вот. Вы как раз этим и занимались. Этим и занимались. Вы работали в ПТУ. Мы работали, и даже такие ребята, которые, например, ну, плохо учились в школе. ПТУ они сидели и слушали. И даже один мальчик, рассказать вам, да? Конечно. Стихи Сергея Есенина. Ты жива ещё, моя старушка. Он говорит, можно я спою? На уроки? На уроки. А я разрешала. Мы пели, значит, наизусть стихи военных лет, да, землянки. Лишь бы ребята наизусть выучили. Пусть поют. Там, наверное, были всё-таки дети, которым нужен был какой-то особый подход. Особый подход. С ними, да. На уроки идёшь, себя вообще выстраиваешь и говоришь, я люблю их. Тогда только получится. А если ты с таким, ну, нехорошим сердцем к ним зайдёшь, скажешь, что за ребята, ничего не знают, а они так хотели, хотят учиться, говорят, хватит, хватит, давайте быстрее к теме урока подойдём. Такие ребята тоже были. Это в ПТУ. А как они работали, какие они работящие были, это сейчас, после, вот сейчас ребята наши даже в школе полы не моют. А наши ребята всё умели. И лес рубить, и всё. И токарь, слесарь, электромонтёр, они сами всё ремонтировали. После того, как вы выпускали из вашего техникума уже специалистов, да, потом приходят как-то, вспоминают нас? Конечно. Это встречи выпускников. И заметьте, чем труднее ребёнок, ну, юноша, к нам и после армии тоже приходили, тем он как бы чувствительнее, благодарнее к тем, кто его поставил на ноги. Они же специальность получают. Например, специальность водителей. Я до сих пор знаю ребят, которые получили специальность сварщика и сейчас хорошо работали. Хорошо работают, получают большие деньги. Наверное, поздравлять вас будут 2 октября, будут звонить. Ну, а нас всегда поздравляют, и на юбилеи зовут тоже. Может быть, тогда и правильно делали, что тех детей, которые не очень успевали в школе, да, им сразу предлагали пойти в ПТУ, где они уже освоят профессию. И раз вы говорите, они с таким провинением там учились уже как-то узкоспециализировано, да, то, значит, наверное, это был правильный такой жест. Например, по общему образованию их подтянуть, чтобы они могли освоить эту профессию и специальность. Там же трудно, электромонтерам попробуйте, водителям, например, БелАЗа или КАМАЗа тоже. Там же учились ребята, тоже с девятиклассным образованием невозможно. То есть они получали среднее полное общее образование, развивались. И хорошие ребята были, биологи, математики, столько деревьев посадили у нас. Ну, сейчас, наверное, тоже не редкость, что дети хотят всё-таки пораньше уйти со школы, не хотят идти до одиннадцатого класса, хотят сразу получить работу, вообще хотят быстро работать, молодёжь сейчас такая, и научиться мобильно чему-то. Да, после девятого класса они, желающие пораньше начать работу, получить зарплату, они поступают после девятого класса вселенаправленно в лицей, в училище, в колледж. И в некоторые среднеучебные заведения у нас очень большой конкурс. Да, это в городских. Причём это уже дети не те, которые плохо учатся, а наоборот, чаще, которые учатся хорошо и хотят быстрее овладеть какой-то профессией. Да, после девятого и после одиннадцатого классов у нас есть очень большой конкурс, на одном месте иногда даже по семь человек. А на какую профессию такой спрос? Ну, вот информационной технологии, да, экономические дисциплины у нас всегда, конкурс большой до сих пор, да, ну, педагогические, медицинские, это само собой. У нас же после девяти педучилища педагогических, да, большой конкурс, медицинские вообще не попасть, допустим, да. Поэтому, конечно, в таких учебных заведениях, особенно крупных, да, создаются дополнительные отделения в районах прямо, и есть у нас ещё платное обучение. А медицинские, может быть, хотят поступить вот в училище, да, медицинское училище, потому что после него будет легче поступить в мединститут. Да, поступают. Чтобы дальше продолжить образование. И, получается, итоги очень хорошие специалисты. И база хорошая у них, они уже знают. И сейчас ещё нередко, что в профтехобразовании хотят получить люди даже третьего возраста, достаточно взрослые, хотят какую-то свою мечту юности осуществить. И ещё не секрет, что ЕГЭ же у нас в школе сдают, поэтому многие дети тоже хотят убежать от ЕГЭ. И после девятого класса поступают в наши техникумы, в колледжи, и они не сдают ЕГЭ. По дипломам среднего профессионального образования поступают в ВУЗ, работают по специальности. Такие тоже есть. И ЕГЭ, конечно, мощный стресс для всех, для детей, для родителей, наверное, хотят избежать этого. После появления ЕГЭ у нас очень много тоже контингента после девятого класса прибавилось. Ну, ещё раньше, если вспомнить, то у нас система была такая, школа производства ВУЗ в советское время. Поэтому не все могли получить высшее образование. Часть уходила в производство, и большая часть уходила в ПТУ, училище. А небольшая часть брала направление на высшее учебное заведение для поступления. Без направления в ВУЗы не поступали раньше. Поэтому контингент нашей системы был всегда, как говорится, в советское время полным. И в наших сельских училищах, городских, очень много было ребят поступали. И тогда хозяйство в советское время, вы сами знаете, совхозы, станции, МТС работали везде. Нужны были механизаторы, кадры, электрики. Поэтому они были всегда востребованы. Вот как Галина Максимовна сказала, время требует себе кадры. А сейчас, мы сказали, самые востребованные специальности – это IT-технологии. Сейчас ребята туда рвутся тоже. Конкурсы большие по тем специальностям. А какие сейчас учебные заведения, профтехообразовательные, они пустуют? На какие нет спроса? Есть такое? Ну, такого особого нету. Потому что наша система работает по заявке работодателей в основном. Они ведут мониторинг. Поэтому таких пустых у нас специальностей и профессий не бывает. А насколько вот окончание ПТУ, ну не ПТУ сейчас, да? Сейчас техникуму, колледжи. Да, и колледжи, да. Это уже 100% что человек найдет после этого работу? Да, конечно. Сейчас у нас есть такая еще селевая подготовка контрактная. Вот у нас работодатели заключают договор и обучают специально детей, оплачивают даже им стипендию. Вот они поступают к нам, учатся, а потом по окончанию работают на этих предприятиях, с которых они поступили, учились по заявкам. А как нужно взять это направление на предприятие? Ребенок может пойти туда на какое-то время поработать или просто прийти и заявить? Да, они вот у нас же отличаются тем, что у нас ребята не только теоретически учатся, они проходят производственную практику во время обучения. А, во время практики. Да, и практика, они туда идут и работают, зарплату еще получают за это время, за время прохождения практики, и потом по окончанию туда туда устраиваются. Ну да, так же и было же в советское время. Да, так и всегда было, да. Давайте, может быть, вспомним, какие были учебные заведения профтехобразования раньше, и, может быть, по каким-то сейчас пробежимся. Ну, раньше у нас, вот как вы называете профтехобразование, у нас же система образовалась в СССР в 1940 году, 2 октября. Вот мы с этого момента считается, вот празднуем день профтехобразования. Тогда были созданы школы при фабриках, заводах, ФСО назывались школы, шестимесячные курсы, на шестимесячных курсах обучались, и были открыты ремесленные железнодорожные училища, где был срок обучения 2 года. Их называли курсантами. Их только, они поступали не только на добровольные основы, их мобилизовали так, на эти училища. Поэтому они назывались курсантами, имели форму. Вы же знаете, раньше фуражки носили ученики профтеховодцы. Вот с этого дня мы отмечаем 2 октября день профтехобразования. Я по городу помню, что были популярны, это кулинарный техникум был, педучилище, кооперативный техникум, финансовый техникум. Вот уже скоро мы будем праздновать день предпринимательства. Вот вы говорите, кулинарный техникум, это ПТУ у нас 25 называлось. Они объединились с техническим училищем номер 8, где обучались парикмахеры. И они сейчас называются Якутский технологический техникум-сервис. Еще до этого он назывался Якутский коммерческий лицей директором работы МГУ Евгеннадий Ильич. И там как раз готовили таких специалистов в основе предпринимательской деятельности, как коммерсант торговли, коммерсант на транспорте, повара, кондитеры, пекарь обучали. Вот и как раз в ресторанах наших, магазинах везде работали выпускники данного заведения. — Но раньше говорили, вот если никуда не поступил, иди в кулинарный техникум. Туда я точно возьму. Сейчас есть какая-то такая репутация, вот если ты никуда вообще не поступил, но куда-то вот пойдешь, и точно там тебе место будет. За каким-то учебным учреждением есть такая репутация, куда можно всегда поступить? — Сейчас таких учебных заведений у нас не имеется. — Что прямо везде конкурс, да? — Да, здесь в городских учебных заведениях, мы всё время говорим учебные заведения, но образовательных учреждениях сейчас принято так называть, потому что у нас в законе образования нет и учебных заведений, образовательных учреждений. Но у нас таких образовательных учреждений в городе тем более нет, ни одного. — Вы хотя зря смеялись кулинарный техникум, да? По идее даже повар, да, сейчас это очень востребованная профессия. Сейчас всё же процветает ресторанный бизнес, и это очень популярное. Ребята сейчас стремятся, у нас поваров, кондитеров готовят, да, во всех ресторанах, столовых работают наши выпускники. И раньше парней было совсем мало, сейчас очень парней, даже большинство поваров, кондитеров, многие идут туда работать. Официантов очень много, молодых людей, да. Это самая востребованная профессия сейчас, раньше не так уж было востребованная, но сейчас жизнь так требует. — А сейчас ещё какие профессии, на Ваш взгляд, востребованы, кроме тех, которые Вы назвали? — Ну, сейчас, как сказали программисты, IT-технологии, которые занимаются. У нас эти специальные молодёжи… — Сфера обслуживания, которую Вы сказали. — Да, сфера обслуживания, да. — Мне кажется, парикмахерское сейчас искусство тоже очень популярно, да? — Да. — Сфера, бьюти-сфера. — Каждый день приходится стричься, кушать, поэтому вот эти специальные среди здравлённые всегда будут востребованы, потому что ногти будут расти, волосы кушать. — Кстати, ногтевой сервис сейчас, да, это сколько людей туда идут, какие там дорогие услуги, и тем не менее спрос не заканчивается. Хотя есть и мнение, что это портит ногти, да, и волосы, но тем не менее люди уже на это подсели, и это необходимая такая услуга для многих людей. — Ну, сейчас мы напрямую не связываемся с обратными учреждениями, да? У них не работаем, как и так, являемся ветеранами, да? Не так уж в курсе, вот когда сейчас… — Ну, у нас сейчас будет реклама короткая, а во втором блоке я предлагаю, чтобы мы вспомнили ваших коллег, с кем вы работали, да, вспомнили тех, кого вы поздравляете, будете поздравлять в этот день. И, может быть, вы немножко нам расскажете о том, как вы отмечаете обычно ваш праздник, какие планы у вас, может быть, чего ждёте, каких подарков, каких слов от кого. Вот как раз вы говорили о том, что студенты, да, всё равно они в этот день звонят, приходят, встречаются. Нашим слушателям я говорю о том, что мы продолжим очень скоро. Оставайтесь буквально через короткие 4 минуты, мы вернёмся в эту студию и будем говорить о профтехобразовании. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы снова в прямом эфире. Продолжаем говорить об истории профтехобразования. В нашей студии сегодня ветераны системы среднего профессионального образования Республики Саха-Якутия Тимофей Савинов, Галина Дичковская и Валентина Лаврентьева. И поскольку у нас ветераны, конечно же, мы ждём каких-то интересных, какой-то интересной информации об истории профтехобразования. И, Галина Максимовна, вам слово, я вас перебила, увела не в ту степь в фирмоблоке. Исправляюсь, пожалуйста, расскажите, я знаю, что у вас есть интересные данные. Ну, надо сказать, что до 1963 года в Якутии не было своего органа, который управлял бы нашим профессиональным образованием. Училища были, где-то 11 училищ, это Тунгелюнская, Жатайская и так далее, в колониях были. И поэтому иркутяне вынуждены были создать учебно-методический центр. Здесь создали. Он один год работал, уже курировал эти 11 ПТУ. Но после этого назрела необходимость обязательно создать вот что-то такое, чтобы действительно кадры требовались, а управлять ими, направлять их было некому. И 14 октября 1964 года было создано Якутское управление профессионально-технического образования. Это мы считаем началом профтехобразования в республике нашей. И поэтому назначили очень опытного человека. Это Брызганов Роман Иванович. Это орденоносец, ветеран войны, депутат. Сегодня как раз можно вспомнить тех, кого вы считаете люди, которые внесли большой вклад в развитие профтехобразования. Тех, кто с нами сегодня можно поздравить с наступающим праздником. Ну, если вспомнить руководителей, которые... Ну, у нас руководители вообще и педагогических работников очень много, которые внесли свою лепту в развитие, совершенствованные системы начального и среднепрофессионального образования. Я хочу сегодня просто вспомнить одного из таких руководителей. Это Худалий Николай Григорьевич. Он работал директором по многому учебных заведениях. Потом приехал с Нерингре. Он в Нерингре... У нас тогда было там с ПТУ номер 12, потому что там для развития Южной Якутии нужны были кадры. И было создано ПТУ тоже, да, ГПТУ номер 12. Он там работал заместителем директора по воспитательной работе. Потом он по семейным обстоятельствам переехал в город Якутии. Его назначили. Тогда тоже называлось ГПТУ номер 14. Такое у нас больное место было в районе строительном, строительном, строительный, округ, да, округ сейчас. Больное? Да, больное ГПТУ номер 14. Часто об этом учебном заведении писали в газетах с негативной стороны, да. Но потом, как он преобразовал это учебное заведение, да, до высшего учебного заведения. Человек, который работал всю жизнь в системе начального и среднепрофессионального образования, стал доктором педагогических наук, профессором, вот. И учебное заведение до сих пор существует, но сейчас уже как федеральная структура, а сейчас он называется колледж инфраструктурных технологий. И сейчас туда тоже большой конкурс. Да, тоже большой конкурс. Да, пресс-Уфу, да, колледж инфраструктурных технологий. Это вот то, что как раз Галина Максимовна в начале говорила, что трехуровневое оно было. Конечно, не место красит человека, да, человек место как поднял статус. Потом, раньше мы, знаете, как готовили кадров. Допустим, вот вы не зря же говорим, да, что особое место вообще учебных заведений, профтехобразований занимает мастера производственного обучения, которые должны обязательно научить будущие профессии, да, дать хорошую специальность. Это у нас мастера производственного обучения. От них требовалось, насколько будет выпускник готов к труду, да. Поэтому у нас один из таких мастеров производства, я бы сегодня назвала, Ишуткина Юрия Ивановича. Он мастер производственного обучения по слесарному делу. Тогда училище называлось ГПТУ номер 22. Это мирный. Тоже очень много рабочих специальностей тогда требовалось в этом районе, да. Алмазодобывающая отрасль тогда развивалась. И вот Ишусткин Михаил Иванович, тоже приезжий человек, один из мастеров производственного обучения, работая в рядовом ГПТУ, защитил кандидатскую диссертацию. Очень долго работал, постоянно занимал призовые места. И его ученики. Он всегда говорил, что самое главное – любить детей. Он прямо к каждому студенту, к каждому обучающему относился как к своему ребенку. Вот что значит настоящий педагог, да. И его студенты, его учащие всегда занимали призовые места до уровня России, до уровня Союза. Вот я хочу его сегодня вспомнить. Кандидата педагогических наук из числа мастеров производственного обучения. Ну, таких работников у нас очень много. Мы вот… Сейчас я работаю в институте. Я вообще с системой работаю 80-го года. И никак не жалею, что пришла в эту систему. Давным-давно до сих пор работаю. И вот мы в институте, да, начиная какого… В 21-м году издали первый том книги, которая посвящена ветеранам. То есть тем людям, которые отдали свыше 30 лет и имеют какие-то награды, да. В первый том вошли… Эта книга называется «Верность, преданность, призвание». В первый том вошли 93 педагога. И второй том, вот буквально недавно, институтом развития правопообразования был выпущен. Эта книга, второй том, туда вошли 43 человека. Эта книга полностью посвящена ветеранам системы среднего профессионального образования. Я думаю, что эту работу будем продолжать, потому что у нас ветеранов очень много, которых мы будем чествовать и 2 октября, да. Но у нас еще 5 октября День учителя, то есть в октябре очень много праздников. Пожалуйста, дополняйте, потому что вдруг я сейчас что-то спрошу, то, что мне интересно. И не расскажите то, что вы подготовили. Учебно-материальная база наших профтехучилищ, она стала намного сильнее при Романе Ивановиче, да? И потом за Марчуков и Накентий Петрович. Он в 73-м году, по-моему, стал. При нем вообще началась подготовка, начались программы. Количество образовательных учреждений ПТУ достигло 32-х. И вот тогда, в 76-м году, я хочу вспомнить про одну группу ЯИПК, СПТУ-1, да? Это группа, одна группа водителей, белозистов, готовила для золота добывающей промышленности из числа местного населения. Их, они готовились, ага, и потом они так работали. Значит, Мигалкин и Азаров, они еще, они получили ордена, три орденоносца в группе. То есть все заслуженные, все очень хорошо работали, да? Один даже перегнал белоз огромный с Депутатского через перевал и в удачный перегнал. Огромный 140-тонный белоз. То есть это почти полный. И они все учились в одной группе. И самое смешное, и самое интересное, что они полюбили девушек из параллельной группы овощеводов. И те стали верными подругами. Поехали с ними выполнять эти очень трудную работу там, ну, на белозах работать, да? На карьере. Очень хорошо работали, их поддерживали. Это группа наших выпускников якутского с ПТУ номер один. Познакомились, влюбились и поженились. Да, поженились, вместе работали. Парни были очень хорошие. Это очень, ну, для нас очень хорошо. Это в книге тоже есть время выбрало нас. Дальше, значит, это продолжалась работа. Изместив Александр Самуилович был директором департамента. И после этого было очень много преобразований, после которого мы приходим к настоящему. Госкомитет был, департамент был, Министерство науки и профессионального образования было, Министерство профессионального образования, подготовки, расстановки кадров, да? И сейчас, это после 2018 года, мы работаем в составе Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. То есть, ага. И вот такой день все вспоминают, нельзя объять необъятное, правда? В одной передаче, если бы мы два часа где-то общались бы, а то где-то мало очень минут. Ну, я за то, чтобы всегда вспоминать перед праздниками, да, благодарить и учителей своих, и наставников, да, и коллег, которые, может быть, как-то поддерживали, да? Я всегда за это. Поэтому вот, пожалуйста, пока есть у нас до конца программы «Время», называйте имена и поздравляйте. Дорогие наши ветераны, их имена – это наши руководители, которые с нами работали. Это наши ветераны, которые были всегда с нами вместе. Это вот сейчас мы часто общаемся и с такой радостью вот встречаемся друг с другом и обычно вспоминаем, как мы работали. Как мы работали, ну, что мы сделали, что мы выполнили. Как мы ездили в командировках. В командировке ездили, да. Открытые уроки давали, где только мы их не давали. Открытые уроки мастера давали, именно производственное обучение, как конкурс профмастерства. И я очень хочу, вот наши студенты, хорошо, что студенты, они полностью соответствуют своим учителям, своим преподавателям. И мы тоже не хотим стареть. Никто не хочет. Да, не хотим. И наши молодые, словами Михаила Светлова, я хочу сказать, что да разве может юность постареть и не пойти по старческому следу, уметь дружить, уметь вперёд смотреть, уметь любить. Три правила победы. Не стареют душой ветераны. Золотые слова. Да, да. Не стареем. Спасибо вам большое за стихотворение. Пожалуйста, может быть, Тимофей Григорьевич, напомните. Я в систему пришёл в 1995 году. Тогда был бум о развитии алмазогранильной промышленности. Я впервые на работу пришёл в Центр подготовки кадров обрабатывающей ювелирной промышленности. Поздравляю с наступающим днём тех образований своих первых коллег. Это Борисова Петра Ивановича, Кельсина Рудольфа Степановича, моих непосредственных начальников в то время. И коллег, которые работали в это время в Центре подготовки кадров для алмазогранильной промышленности. И также потом в отделе подготовки я проработал. И тоже хотел бы поздравить Терехову Валентину Андреевну, Семёнову Марию Алексеевну, Иванову Ларису Иванову, Савинову Марию Николаевну, коллег Бессмертного Алексея Михайловича. Мы с ними боку работали в этом министерстве для развития системы среднего профессионального образования. Спасибо. У нас есть звонок. Возможно, вы наушники просто куху поднесите. Возможно, кто-то хочет поздравить сейчас вас в прямом эфире. Прямо снимайте и вот так близко поднесите. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я звоню Холмогорова Нина Ивинишна, тоже ветеран среднего профессионального образования. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим праздником вас. Слушаем вас. Я хочу, очень рада видеть сегодня своих коллег-ветеранов, которые тоже много лет отдали труду на профессиональном поприще подготовки молодых кадров. Вот. И очень рада то, что их вижу в здравии. Они это, и до сих пор они еще связаны с средним профессиональным образованием. Вот. Что я еще хочу сказать? Хочу всех в преддверии нашего праздника, хочу поздравить ветеранов, и не только ветеранов, но и работников, которые сегодня работают в системе среднего профессионального образования с этим праздником светлым, хорошим, который будет у нас 2 октября. И хочется особенно поблагодарить институт развития профессионального образования, который очень высоко поднял вот эту планку развития профессионального образования в лице директора Лилии Михайловны Ивановой. И непосредственно даже, несмотря на свою такую большую занятость, Лилия Михайловна, она еще обращает внимание на нас, ветеранов среднего профессионального образования. Мы получаем от нее поздравления с праздниками, даже подарки получаем в это трудное время. Вот. И хотим, особенно от имени ветеранов, хочу тоже лично Лилии Михайловне пожелать здоровья, успехов и дальнейшего, как говорится, развития нашего профессионального образования. С праздником, дорогие коллеги! Очень вас поздравляю! Спасибо вам большое за теплые слова, за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Нина. Приятно, когда столько теплых слов. Я подумала, действительно, все профессии важны, все профессии нужны. А профессии, которые вы помогаете получать студентам, они ведь необходимы. Хлеб испечь, да? То, что необходимо каждому из нас, чтобы двор был чистый, да? Профессия дворника. Это водитель, транспорт. Это же тоже все профтех. Кино снять, это же тоже профтехобразование. Оператор. Оператор. Наш вот видеоэфир снять. Поэтому спасибо вам большое. Я вас тоже присоединяюсь ко всем теплым пожеланиям с наступающим праздником. Поздравляю. И все-таки как дорого, как ценно внимание, да? Когда ты уже вроде бы и не работаешь, да? Но о тебе помнят, о тебе не забывают. И вот сегодня прозвучала фраза, что для преподавателя самое главное – это любить детей. Вот вы, преподаватели, да? Вы что бы еще добавили? Что самое главное для вас? С учетом вашего такого большого опыта. Кроме того, что любить детей. Вообще, что такое любить детей? Это же тоже, наверное, как-то для каждого раскрывается эта фраза по-разному. Потом, наверное, у каждого человека, ну, педагога, который работает непосредственно в учебном заведении в нашем, призвание должно быть. Любить детей, призвание обязательно. Без этого никак. Вот любить детей – это вот что? Это быть строгим, может быть, где-то, да? Вот для каждого же это по-разному любить. Это на своем месте ты должен ребенка научить жизни. То есть, чтобы он был грамотным, образованным, культурным, воспитанным и хорошо знал свою профессию, которая его будет кормить дальше. Это самое главное. Потому что чем любить, не значит что-то делать, сюсюкать. Это научить, научить его, научить жить. У нас минута остается до конца эфира. Вдруг я чего-то не спросила еще во время эфира, а вы хотите об этом сказать, пожалуйста. Мы хотим сказать большое спасибо вам за вашу доброжелательность, за ваше умение направлять. Большое спасибо вам, Галина Максимовна. Я удивлена, что вы сегодня впервые на телевидении. Я впервые. С дебютом вас. Я удивлена, потому что вы очень интересный собеседник. Вы так много знаете. Я хочу обратиться к своим коллегам. Приглашайте таких интересных людей почаще. Я сама, пользуясь случаем, приглашаю вас еще в нашу студию. Приходите и рассказывайте про историю профтехобразования, про вашу жизнь. Очень интересно. У меня еще много фактов. Я не сомневаюсь. Я это чувствую и вижу. Благодарю вас за сегодняшний эфир. Всем слушателям и зрителям спасибо за внимание и хорошего дня. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok